Как вы уже поняли, но, скорее всего, не поняли. А я вам объясню. Сейчас мы находимся в обители Алексея. Возможно, так его не видно, но видно его в отражении. Тоже не видно, мне говорят. Ну, тем не менее, вы слышите звук машинки. А машинка, как вам известно, она сама не шьёт. За машинкой должен сидеть никто иной, как оператор. Оператор швейной машинки. И, коли уж мы находимся... Микрофон-то здесь. И, коли уж мы находимся в этой швейной обители Алексея. Алексеевская швейная обитель. То можно посмотреть, что он тут из-за последнего, так сказать, нам соорудил. Вещь выполнена по индивидуальному заказу. И теза я практически не читал. Читал его, Алексей. Ты читал? Да, да, на лоб. Вот. То, что получилось. Внутрь я, конечно же, уже заглянул. Но прям вот чуть-чуть. Чуть-чуть. Это некий кофр. Как я понимаю, размеры почти 60. Да, Лёх? А, да. 60 на... На другие размеры. 20 на 20. 20 на 20. То есть 60 в высоту и 20 на 20, то бишь квадрат. Квадрат. Всё усилено пенкой. На ощупь это сантиметровая пенка. Пенка сантиметровой толщины. Есть она в дне. На задней части чувствуется пластик. Есть ручка. Что-то там гремит. Но что-то это я туда положил. Я раскрыл секрет, да? Как бы, да? Ручка имеется. Тут, я так понимаю, крепление для лямок. Которые где-то лежат. Внизу система крепления PELS. Сейчас бы сказал крепление PELS-MOLLE. И всё. Канал бы страйканули сразу же. Ну, что? Мы видим крышку на фастексе. Конечно же, мы её отщелкнём. Кстати, она регулируется, как вы понимаете. Зачем, я не знаю. Потому что под ней есть ещё крышка. Может быть, вы подумаете, что под этой крышкой есть другая крышка. Ведь логично предположить. Что раз под первой есть вторая крышка, то почему бы под второй не быть и третьей? Крышка на молнии. Открываем. Здесь мы видим сразу технический карман, в который вставлена пенка. Что за вздох такой? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Нет! И не совсем так орать. Внутри всё красное. Примерно как в человеческом организме, если его разрезать. Хотел как-то обыграть, мол, это чехол для термоса, но как-то заговорился и не получилось. Ну ладно. Да? Зато и по-честному. Внутри. Внутри есть маленький чехольчик подо что-то. Возможно, это было в задании тоже, да, Лёха? Внутри у нас есть одно большое отделение, разделённое съёмной перегородкой, которое крепится к бокам вот этой конструкции при помощи липучки. На боках мягкая часть, на вставке жёсткая часть липучки. Её можно снять и получится такое, что-то туда такое засунуть, очень объёмное. Например, объёмную вещь какую-нибудь. Логично. А здесь можно засунуть две объёмных вещи. Логика. Вынимать мы, конечно же, вставку-то не будем. А я подумал, а почему бы и нет, почему бы мы, ребята, лихие. Вставка. Тоже имеется технический карман для того, чтобы вставлять туда пеночку. Ну и, соответственно, уши с липучками, при помощи которых крепится эта конструкция, вот к этой конструкции. Всё здесь достаточно плотно так вставлено, практически без промежутков. Если бы мы не делали вот эти самые технические карманы, то сшить это всё было бы просто нереально. Поэтому по периметру тоже пенка стоит. И здесь уже технический карман на молнии. Здесь на липучке. И в дне тоже есть то же самое. При помощи этого всего действительно можно сделать вот такую вот конструкцию, которая прям вот кофр кофром. Как это сшивать уже с пенкой, мы пробовали. Это очень тяжело. Поэтому не удивляйтесь, если на наших изделиях увидите какие-то дополнительные карманы. Откройте, а там пенка. Это для удобства. Подо что это изделие, наверное, нет смысла говорить. И я не скажу. Просто не скажу, потому что можно штуку это приспособить под что угодно. Но это чехол под оружие. Я сказал это всё-таки. Но всё равно спросят. Да? Спросятся ведь? Вот. Под какое конкретное? Я не знаю. Может вообще не под оружие. Просто человек так написал. Такие штуки выполняются по индивидуальному заказу. Пишутся техническое задание. Прописываются всё это. И исполняется вот этими. То есть, или Алексея руками. На мои не надо смотреть. Я, понимаете, устал. Я ухожу. Пенка обратно вставляется так же легко, как вынималось. Как вы поняли. И чехол. Как я смотрюсь? Как с ребёночком. А было бы прикольно, да, у детей? Чего? Детская переноска, что ли? Да. А я переноску кота. О! Переноска для кота, кстати, да. Для очень жирного. Да. Но там можно это... Внутри главное, что-то пластиком усилит. Он там может раздерёт что-нибудь. А что, прикольно. Если создавать какую-то такую типовую модель, я не знаю, подо что её заточить. Может быть, у вас какие-то есть предположения. Например, это чехол под предположения. Может быть, это действительно будет годная идея. И это можно делать на постоянке. Такие штуки. Просто я не знаю, в моей жизни нет таких вещей, которые вот сюда можно положить. Если только Вика. Так как сюда? У меня только нога туда поместится. Я тебе уже говорила. Нога. Ну, под Викину ногу вполне, как бы. Либо сделать вторую такую и как... Сапади. Сапади такие.